Продолжение следует... 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 Давай на бочок. Давай на тот. Повернемся. Поудобнее устроимся. Не могу заснуть, Айден. Расскажи сказку. Так вот, слушай. Жили-были... Ого. Круто. Все, вы снова? А это что еще за хрень? Что происходит? Кому там что надо? Интересно. Это кто же это тут такое буйное? Ты посмотри на это дело. Вы там как вообще снимаете? О, парень. Ты бы проснулся, хоть я не знаю. Вообще полная труба. Профессионализм просто на высоте. Ох, твою мать! Да ты проснешься, уже нет спиногрыз. Алло, гараж. Наших бьют. Да что? На экран смотри, дебил. Давай, вставай. Давай, вставай. Давай, давай, прячься куда-нибудь. Да, ты посмотри, сколько их опять. Сжечь, просто сжечь. Это за тебя как-то не уцепиться особо. Что ж ты посмотри на него, я не могу с ним ничего сделать. Вот, пошел процесс. Это какой-то сильный попался. Давить, давить к чертовой матери. Охренеть. Боже, Джоди! Зови врача, быстро! Ничего. Все будет хорошо. Айден их больше не боится. Да, ну они, конечно, не ожидали, что будет такое, но... В первый же день заснуть на посту, ну... Ученые. Высоколобые. Здесь, на этой полосе, вы можете видеть, как на самом деле располагаются все эти события. И... Вон, первая ночь у нас идет, третья по счету, допустим. И то, что они идут в разнобой в самой игре, по меня, как минимум, очень странно. Да ладно, Нейтан, хоть раз. Все девчонки из класса идут, и я не поздно, обещаю, ну правда. Мы теряем время, Джоди. Так нечестно! Почему все могут пойти, кроме меня? Я же делаю все, что ты просишь, всегда! А ты не разрешаешь ничего и никогда! Вот и раз говорю, ты не такая, как все, уясни это! Я что, разве виновата в этом? Я хочу просто гулять и общаться, и быть нормальной, пойми ты! У тебя другая жизнь. Пора с этим смириться. Вот так. Прикид, конечно. Постарел уже, смотри. Я за дверью. Если что, зови. М-да. Комнату мы смотрю. Обжили уже. Никуда ты не пойдешь, будешь дома сидеть. Ты посмотрела, что она превратила квартиру. Айден. Ты где? Давайте осмотримся. Че это? Квантик Хард. Да, Квантик Дрим. Как бы я не стесняюсь давать отсылки к себе. Камера. Камеру, как обычно, можно вырубить. Хватит, Джоди. Это не Джоди. Ты ничего не добьешься. Будешь дома. Точка. Так, ладно. Психоту пора выключить. Давайте спокойно как-то попробуем решить этот вопрос. Под видеонаблюдением плакат висит. На аплодиси. На аплодиси. Неплохо, бабаша, да? Че тут у нас? Покушать всякое разное. Пицца. А Нейтану говорить не будем. Ну, принцесса, я не могу. Не я решаю. Тоска и печаль. Че бы еще набедокурить? Айдену не будем давать шволь, а то он тут все разнесет к чертовой матери. В туалет ты идти совсем не хочешь. С психа, да? Нет, хочешь. Здесь, по крайней мере, более-менее жилой вид теперь. Они так стерильны, как было. Что такое? Хватит. Это бесполезно. О, так как же так? Так ахота пойти. Ну, я прям даже не знаю. Можно было бы вселиться в него и заставить его открыть для нас дверь. Но это, по-моему, было бы слишком подло. О, так вот тебе. Остыло? Ты довольна собой? Еще нет. Надеюсь. Убирать будешь сама. Хватит, Айден. Хоть все в комнате переломай нахрен им насрать. Ничего, значит, найдем другой способ. Так, это откуда звонок был? А, это не у меня. Она угомонилась. Всю мебель расшвыряла, но теперь пришла в чувство. Ладно. Да, завтра увидимся. Что же сделать? Надо же погулять. Все-таки, значит, вселимся. Неплохой мужик, но... Долго. Сами виноваты. Ты ведь простишь меня, Коу? Мне правда очень стыдно. Но ты понимаешь... Просто мне это очень нужно. Тихонько. Темновато тут. Да, я знаю. Отступать уже поздно. Так, куда нам идти? Выход туда, да? А тут что? Ух ты, это интересно. Да. Ну, конечно. Вот чертовка. Так, пойдем. Главное его не трогать. Вон он, выход. Здорово, Коул. Джуди. Куда это вы на ночь глядя? Мне стало как-то... Мне как-то нехорошо. И мы просто решили выйти... Это стоит такой... Совершенно не вызывает подозрений. Серьезно? Может позвонить в лазарет? Нет, 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 нет. Нет, не нужно. Я... А ты, Коул, язык прикусил? У него голос пропал. Подцепил... Вирус какой-то... Весь день... Ё-моё, чё мы творим? Весь день кто-то может хрипеть и все. Надеюсь, не заразно. Лучше бы ты дома сидел. О нас-то подумай. Ну ладно. Давайте. Неужели повелся? Проходите. Ну... Хоть не придется его машину искать. А, тут одна... Тут камера везде. Надо быстрее сматываться. Водить ты умеешь? Коу. Давай, садись в машину и заводи ее. Хорошо. Поехали. Какой такой жуткий он стал. Так, а мы поедем сзади. Чёрт. Меня всё равно видно. Надо что-то придумать. На КПП остановят и никуда мы не поедем. Может, в багажник залезть? Очевидно, нет. Так, переключаться я не могу. Нет, спереди совсем палево, по-моему. Давайте лучше попробуем всё-таки сзади. Чёрт его знает. Так, поехали. Поедем, Айден. Старайся не привыкать. Здорово, Коул. Домой? Джоди? Так, не надо ли ехать? Или надо? Ну, поговорим просто. Что за хрень? Ох, чёрт. Надо было всё-таки ехать. Да, есть одна идея по этому поводу. Коу-Коу. Прости, пожалуйста. Ну, поехать туда. Да, это было. Ты запретил, а ты не послушалась. Ты понимаешь, какой опасности ты подвергла Коула и себя. Забыла, что случилось в доме Тирстен. Ты знаешь, что может натворить Айден. Знаешь? Я... Я ведь тебя защищаю. Я хотел всё по-мирному. Если бы я сейчас газанул, это бы совсем по-плохому бы всё пошло. Не хочу такого. Мне так хотелось немного побыть такой же, как все. Знаю, Джоди. Знаю. Это было круто, по-моему. Не знаю, но газовать там что-то погоню, уходить реально там уже с тревогой. Да ну его нафиг. Это было бы совсем уже плохо. Я такого не хотел. Два раза кнопку газа отпускал. Я не знаю, как тебе это сказать, Джоди. В общем, нас с мамой переводят. Мы уезжаем с базы. Мы хотели бы взять тебя с собой, но считаем... Нет, все считают, что тебе лучше остаться тут с профессором Докинсом. Мы с мамой постараемся тебя навещать. А поправишься, мы заберём тебя домой. Идёт? Думаю, так будет лучше. Не скучай, дорогая. Что ж ты делаешь, мамаша? Будь храброй. Это очень тяжело. Но я знаю, ты справишься. Малышка моя. Всё, нам пора. Тьюзан. Погоди ты, Филипп. Папа, он вообще козёл какой-то. Это же ужас просто. Хватит, идём. Филипп. Она хотела убить меня! Филипп! Боже мой, ты чудовище! Филипп! Слышишь, чудовище! Господи, Джоди! Джоди, тебе тяжело, но ты ни в чем не виновата. Родители даже приемные быть такими сволочами не должны. Это, по-моему, просто скотство было. Бросить ребенка. Тоска и печаль. Ну, я прям даже не знаю, как так можно вообще. Это, судя по всему, после того уже, как она убежала из больницы. Слушай, я пить хочу. Сил нет. И ни малейшего понятия, где мы. Так что не надо мне жизнь осложнять, ладно? Ладно, все понятно. И я думаю, с водой мы будем разбираться уже в следующей серии. Я что-то думал, что я управляю Айденом. Но там впереди какая-то ферма у нас. Скорее всего, там мы найдем себе питье. Потому что в этой пустыне реально можно кони двинуть, если долго находиться. Без воды, без еды. Как и в любом другом месте, в принципе. По-моему, игра, я не знаю, вот эти вот оценки, они, по-моему, совершенно не оправданы. Потому что мы уже прошли очень большую часть игры. И я не вижу реальность, никаких проседаний в сюжете, ни в графике, ни в геймплее. Ну, в геймплее, как такового, нет. Просто набор действий, там, минимальный. Но, тем не менее, как интерактивное кино, игра, по-моему, отличная. То есть, сразу было понятно, что это будет очень такое камерное повествование про пару главных героев. Там, про Айдена, про Джоди. Какого-то эпика, который все ждали. И какой-то похожести на Хеви Рейн тут, в принципе, не может быть. Потому что это именно история одной девушки. Хеви Рейн, это был достаточно серьезной такой психологической драмой. Но лично мне по этому параметру он не сильно понравился. Он меня не впечатлял. Ну, не могу сказать, что он меня сильно трогал. Там было пару-тройка моментов, где реально было очень страшно и очень жутко совершать какие-либо действия. Здесь игра совершенно про другой концепт, другой дизайн, другой сюжет. Другой поведение героев. И даже сам, то есть, вообще, вот, как это, настрой игры, он абсолютно не похож на предыдущую. То есть, игры абсолютно разные, и сравнивать их, на мой взгляд, некорректно. Возможно, многие подходили с этой позиции. Но, как бы там ни было, по-моему, игра просто отличная. Надеюсь, вам тоже нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова